Так, похоже, тупец с дочкой. Не похоже, что на них напак... Привет. Привет. Что-то здесь не так. Вон отсюда, смертный, сожру, разорву в клочья. Проваливай, пока мистел. А то... Что, а то? Гляньте-ка, храбрец выискался. Ну и что? Так и будем стоять? А есть другие предложения? Лечь? Спять, меч! Желательно, чтобы ты не делал резких движений. Этот меч можно вынуть в любой момент. И быстрее, чем ты думаешь. Видел? Ну да, тут есть. Я пить хочу. Слушай, а ты что, совсем меня не боишься? В самом деле? А надо. Не каждый день встретишь человека, который, увидев меня, не драпанул бы и не свалил бы без чувств. Ну, добро. Приглашаю. Принимаю приглашение. А что это у тебя на шее толкается, гостюшка? А? Посмотри. У этого животного неприятного выражения лица? А что это? Чехов, 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 чехов? Чехов, чехов? Ага. Ага. Вероятно, твое демесно. Ага. Ага. Твое демесно. Ага. Ага. Покажусь, хозяин. А тебя. А звать тебя, к примеру, как? Геральт. А тебя, хозяин. К примеру. Не верен. Но в округе кличат ублюдкам или клыкачом, и детей много пугают. Твое здоровье, Геральт. И твое, не верен. А это давно с тобой? Двенадцать лет. Как это вышло? А тебе, Гераль, не все равно. Однако, чтобы малость удовлетворить твое любопытство, покажу, как я выглядел до того. Видишь-ка, взгляни-ка на портреты. Первый – мой бабуля. Второй – хрен его знает кто. Третий – я. Видишь? Вижу. Ты кто такой? Не понял. Не понял, стало быть. Мой портрет – гостюшка. Висит в тени. Я его вижу. Но я-то не человек. Во всяком случае, сейчас. Человек, чтобы рассмотреть портрет, подошел бы поближе, взял бы свечу. Ты этого не сделал. Вывод прост. Если ты так ставишь вопрос, то я не совсем человек. Ага. И кто же ты в таком разе? Ведьмак. Ага. Если мне память не изменяет, ведьмаки довольно своеобразно зарабатывают на жизнь. За плату убивают разных чудищ. Не изменяет. Допустим, ты уъедришься вытащить меч прежде, чем я на тебя прыгну. При моем весе это меня не остановит. А я повалю тебя сходу. А потом дело докончат зубы. Как думаешь, ведьмак, у кого из нас двоим больше шансов перекрыть другую глотку? Я, придерживая большим пальцем крышку грабина, налил себе вина. Откинул. Откинулся на спинку стула. Он глядел на чудище и углянулся. А руководка была исключительно поступной. Так. Надо признать, ты умеешь отвечать на вопросы, не разбрасываясь словами. Интересно, кто тебе за меня заплатил? Никто. Я тут случайно. А не врешь? Я не привык врать. Ты никакое не чудовище не верил. Иначе ни в коем случае не взял бы друг другу мой медалью. Это, ну, результат главный. Ты, как ведьмак, разумеется, умеешь снимать порчу? Умею. Хочешь попробовать? Нет, не хочу. Ну что, растерялся? Верно. Ха-ха-ха-ха. Я знал, что растеряешься. Налей себе еще, сядь поудобнее. Расскажу тебе всю эту историю. Молод я тогда был. Однажды отправились мы с моей бамбой. Аж пацаны Гильбов. Что под миром. И грабанули храм. Эм... Что за храм? Не верил. А, хрен его знает. Но, видать, скверный был храм. Помню, на алтаре лежали черепа и маслы. Горел зеленый огонь. Вонял. А жуть. Парни прижали жричку, стянули с нее одежду. А потом сказали, что, мол, мне пора уже стать мужчиной. Но я и стал дурный собряд. В ходе становления жричка плюнула мне в морду и что-то выкрепила. Ну? Что я чудовище в человеческой шкуре. Что буду чудищем из чудищ. Что-то о любви и крови не помню. Она покончилась с собой. И тут... Драбанули мы оттуда, Геральт. Нет, скверный был храм. Продолгую. Дальше было так, как сказала Женечка. Просыпаюсь утром, а слуги меня, как увидели, врёв. Я к зеркалу, а там это морда. Кто успел, сбежал. Тетушка, кузина, парни из банды. Сбежала моя кошечка, Жорочка. Со страху удар хватил даже тетишка на попугая. И вот я остался один. Но вот однажды выглянул я в окно и вижу. Как ты думаешь, что? Какой-то толстяк срезал розы из тётюшкиного куста. Злость меня взяла. Выскочил я во двор. Толстяк увидел меня, позеленел. Умолял даровать жизнь. Скулил, что хотел сорвать цветы для дочки. Тут клянуло меня и вспомнил я сказку. Черт подери, подумал я. Вроде красивые девушки могут превратить лягушку в принятие. Или наоборот. Так может. Может в этой брехне есть купить за истины. Какая-то возможность. И ряхнул. Дочка или жизнь. И тут он кинулся в ров и признал, что его доченьке всего-то восемь годиков. Ну, смешно, а? Нет. Слушай дальше. Пригласил я купца в дом. Угостил. И на прощание насыпал мешок золота и камушков. Купец просиял, благодарил. Аж всего себя оплевал. И, видно, где-то похвалился своим приключениям. Потому что не прошло и двух месяцев, как прибыл сюда. Другой капец. Прихватил большой мешок и дочку. Тоже немалую. Мы быстренько договорились с торгашом. Решили, что он оставит дочерку мне на год. Пришлось мне помочь ему закинуть мешок на мула. Сам бы он не управился. А девушку? Сначала, увидев меня, лишилась чувств. Думал, я ее съем. Но через месяц мы уже сидели за одним столом. Болтали и совершали долгие прогулки. Через год отец ее забыл. Следующую звали Вен. Маленькая, шустрая, болтливая. И вовсе не боялась меня. Однажды была курат годовщина моих именей. Упились мы медрухи. Я тут же выскочил из паперины и к зеркалу. Морд остался. Какой бы был? Может, чуточку глупее? А еще, говорят, сказка с народной мудрость. Хрен цена такой мудрости, Геральд. Вен тоже прожила у меня целый год. Потом вернулась семью с крупным преданным. Геральд, ты сейчас один? Геральд, я давно вижу, как ты прислушиваешься. Как зыркаешь на дверь. Ты прекрасно знаешь, что я живу не один. Верно? Верно. Прости, неверно. Твоя девушка, скорее всего, русалка. Знаешь? Подозреваю. Худенькая, черненькая. Говорит редко, на языке которого я не знаю. Не ест человеческую пищу. Целыми днями пропадает в лесу. Потом возвращается. Это типично? Более-менее. Ты верно думаешь, что она не вернулась бы, если бы ты стал человеком? Уверен. Знаешь, как русалка тебе говорят люди? А я и верен. Вижу, я ошибся. Это серебро. Клинок серебряный. Геральд, что происходит? Твоя так называемая русалка убила двоих людей в лесу. Купца и дочку. Загрызла и высосала всю кровь. Ирина, как ты? Ты так похожа на русалку, что можешь емунуть кого угодно. Тем более ты редкая пташка черноль. Кто ты? Думаю, Муля или Альп? Обычный вампир не вышел бы на солнце. Так ты, Муля? Альп? Значит, ты, Мрукса. Альп? Альп? Визжи, теряй силы, и тогда уж я срублю твою прелестную головку. Ты ослабнешь первым, колдун убью. Посмотрим. Убью, убью, убью. Увидим. Вирена, Вирена. Вирена. Мой. Или ничей. Люблю тебя. Люблю. Геральт. Как это Геральт? Не смотри. Идем. Невероятно, Геральт. Через столько лет. Неужели это возможно? В каждой сказке есть крупица истины. Любовь и кровь. В них могучая сила. Магии ученые не первый год ломают себе голову. Но поняли только одно. Что, Геральт? Что? Любовь должна быть истинной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Помню, помню. Я знаю, здесь. Геральт так и не позволил мне сложить о ней балладу. Ну да что ж. Зато помнишь, когда мы дрались против рыцарей? Еще раз, мы? Да я там тоже был. Ну ладно, ладно. Сейчас расскажу все, как было. Сейчас расскажу все, как было. Началось все с истории в храме у Нелека. Я Фальфик, граф майор. Это рыцарь Тайвис. Из Донбля. Благородные господа прибывают на службе у владельца здешних земель, Юга Эрго. Такая честь. Не думаю. Они приехали не для того, чтобы оказать тебе честь, а совсем даже наоборот. Они требуют, чтобы ты как можно скорее убрался отсюда. Ты считаешь это честью? Я считаю это оскорблением. Я и так скоро уеду сам. Не нужно и меня торопить или подталкивать. Скорее, ними. В сей же момент князь приказывают. На территории этого храма приказываю я. Ты имеешь наглость противиться. Князь, женщина. Тише, тише, сбавь тон. Следи за тем, что говоришь и с кем говоришь. Довольно. Не дела слушать, как какая-то шарлатанка оскорбляет меня и не повинуется моему сеньору. Фальвик, если он вытянет меч, я отберу и отстегаюсь с облика по заднице, а потом выше будет ей. У тебя что-то упало, сынок? Подними, пожалуйста, здесь сорить не положено. Здесь храм. Фальвик, уведи отсюда своего придурка, иначе это кончится несчастьем. К вам гость и друг этого персонажа. Не понимаю, какой дружбы Геральт. Вы полная противоположность. Что привело тебе сюда? Куда путь держишь? Ничего. А не держу. Могу пойти? Ну, если ты разрешишь, конечно. Долго ты здесь соживаешься? Не долго. Местный князер дал понять, что я нежелательный гостью его владине. Эливард, наплюй на этого сопляка. Мне ни к чему лишние заботы. А я сижу здесь и без того достаточно долго. Поеду на ее блюде. Здесь мне работы не найти. Ну, в принципе, можем и сейчас уехать, пока ты не начал плакать о своей детьманской доле. Можно и сегодня. Дьявольщина. Можно было ожидать. Что такое, Геральт? Ни в чем. Держи рог на замке и не встревай. Вы оскорбили благородного Тайлиса, ведьмак. А я бросил вам перчатку. Тайлис ждет. Вы должны драться. И что произойдет, если я вдруг откажусь? А то произойдет, что я принадлежу повесить тебя на суху, Никитая. Без нервов, господа. И без оскорблений. Лады? Не учи меня манерам. Краммер. Осторожней, граф. Господин Геральт, разрешите. Я Денис Краммер. Капитан стража князя Эреларда. Денис, вы дадите желание Тайлиса, господин ведьмак? Так будет лучше. Примите вызов и позвольте ему вас обезоружить. Если я верно понял, я должен согласиться на поединок, ибо если я откажусь, меня повесят. Если же буду драться, то должен позволить противнику меня искалечить. Потому что, если я ранее его, меня колесуют. Сплошь радостные перспективы. А может, облегчить вам дело? Удариться башкой об стол, стыдиться самому себя разоружить? Вас это устроит? Без шуточек. Не ухудшай своего положения. Ну, хорошо. Прекрасно. Приготовьтесь. Нет. Своей бритвой ты драться не будешь. Возьми мой. Тяжелый. С таким же успехом можно драться с заступом. У Тайлиса такой же. Шансы равные. Ах, вы такой шутник, рыцарь Пальвик. Ну, невероятный. Господин Тайлис, не желаете ли извиниться? Нет? А жаль. Стража, взять его! Стоять! Не с места, граф. Ведьмак не дотронулся до рыцаря Тайлиса. Мальчишка ударился о собственный меч. Ему не повезло. У него ранено лицо. Он обезображен на всю жизнь. Кожа срастается. А шрамы? Шрамы для рыцаря – почетная память. Повод для славы. Рыцарь без шрама – пшик, а не рыцарь. Спасите у него от графа. Убедитесь, что он рад. Убедитесь. Успеха первое. Бывает. Рад нас, мужаков. За именами. Да, рыцари не жалуют ведьмаков. Точно так же, как твои коллеги по цеху, Енифер, не жалуют таких, как я. Помню первый раз, ну да, первый раз меня убил именно чародей. Спасибо. Фаэрболл. Вот я и нашел тебя, урод! Во-первых, Мария не скрывалась. А во-вторых, мое имя – Эмиль Регис Рогелек Терзиев Готфрой. Извольте запомнить, ибо мы, высшие вампиры, ценим этикет. Мне все равно, что ценят такие существа, как ты. Отойди от этого человека, вампир. Он ранен и умирает. Мой долг, как лекаря, помочь ему. Вампир-целитель? Не смеши меня. Видимо, я пришел и помешал тебе его сожрать. М-м-м, должен признать, его рана от удара мечом, вампир. Она неизлечима. Вы умеете отгонять бурю, но не можете прогнать смерть. Хотя, казалось бы, второе гораздо легче. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь этому человеку, если ты позволишь мне. Не позволю! Здесь хватает и одного вампира. Чародею несложно убить вампира. Особенно если знаешь как. Отлично! Да что за манера лица в чужих вещах? Ох ты, я же говорил. Меня зовут Эмили, Регис, Рогерик, Терзи, Готфь. Ой, какой хмыль, но до чего же шикарная в нем была кровь. Это я называю скрытое достоинство. То есть ты его сожрал? Конечно. Это было допустимо с точки зрения этики. Если учесть, что перед этим он отрубил мне голову. Мы с Йен никогда не охотились за вампирами, особенно за высшими. Хотя с магической точки зрения ваши внутренние органы имеют некую ценность. Ну и команда мне досталась, братья по оружию. Герои. Прям садись и плачь. Вершиплет. Вот. Вампир, которому 5100 с хвостиком месяцев. Экспериментирующие чародейки. Ведьмачка Нильгардис, который считает, что он не Нильгардис. Ага. А во главе ведьмак, страдающий угрызениями совести, бессилием и неспособностью принимать решения. Абсолютно верно. Когда этому ведьмаку наконец пришлось взять на себя ответственность и удочерить Цири, это продлилось недолго. Он быстро решил приложить ответственность на меня и приволок девчонку ко мне в Венгерберг. Причем за ней приволоклись туда оба ее поклонника. Наш молчаливый Кагыр и Яры, жрец из храма. Абсолютно верно. Иен, помнишь, я говорил, что удочерил девочку? Я, дитя предназначения! На нее находится черный Нильгардский рыцарь, а я сейчас обязательно должен поехать на помощь Нильгардису в храм. Не могла бы ты оставить Цири у себя? Временно. Ведь теперь она в некотором родине и твоя дочь. Геральт, сначала ты пропадаешь на полгода, а потом возвращаешься ко мне и сразу с ребенком. Е. Геральт, сейчас неудачный момент. У меня в гостях три с Мэрибольд. И что с тобой? Это же твоя подруга. Все прекрасно знают, что ты с ней спал. Неправда. Правда? Неправда. Правда? Ну хорошо, правда. И что с тобой? Ничего. Просто я хотела, чтобы ты признал это. Никогда, слышишь, никогда не с ней мне лгать. Я уеду сегодня же. И даже не поздороваюсь с Трис. Но Цири больше некуда идти. Ее дом сожгли, и все ее родственники... Хорошо. Ты же понимаешь, что я не выгоню твою дочурку из дома. Чего не скажешь о тебе. Нашу дочурку еду. Вот. Нашла. Вот эту очаровательную девушку и ее слугу. Яре мне не слуга. Он жрец в храме матери на Некке. Ну и что он здесь делает в таком случае? Ну, когда Геральт сказал, что мы уезжаем, он улезался следом. Я покорно прошу оставить меня приказ, скажу, Цирио. Ее, давай не будем рушить молодые сердца. Хорошо. Раз он уже подощился, пусть остается. Мальчик, тебе выделят комнату рядом с комнатой Цирио. Ее, давай поселим их в одну комнату. Трис, если ты хочешь, чтобы Геральт вернулся, нашел его там и убил, это прекрасная идея. Мальчик, иди, тебя покажут в комнату. Ну, что ты думаешь о нем? Что скажешь? Вы неверно поняли. Яре не мой молодой человек. Нет, ну раз за мной больше никто не ухаживает, то я иногда думаю. Что, думаешь? Ну вот как понять, что мужчина, ну вот он тот самый, с которым... Тот самый, с которым можно пойти в постель? Эээ, да. Ну, если немного опыта, но есть из чего выбирать, то в первую очередь следует оценивать постель, а не мужчину. То есть, как это постель? Ну, для начала нужно убедиться, что у него она есть. А затем? Затем следует исключить тех, у кого постель грязная и неопрятная. А из тех, у кого постель чистая и аккуратная, ты можешь выбрать себе того, кто тебе больше всех по душе. К сожалению, данный способ не дает стопроцентной гарантии, поэтому можно чертовски ошибиться. Ох, дитя, дитя. Ну, и что? Этот молодой человек, который не твой парень, ты не хочешь выйти за него замуж? Да-да-да. Я об этом как-то пока не думала. Семножие, бегите! Это еще что такое? Выдохли за весьмаков. Веральта здесь нет. Месье рыцарь, куда же вы так быстро подождите? Цири, цири, цири. Это был, случайно, не тот самый черный немгарский рыцарь, который на тебя охотится. Ага, и ты хочешь сказать, что он пришел сюда, чтобы убить тебя? О, боже. Цири, вы с Геральтом страдаете манией преследования. Ну, очевидно же, что он влюблен в тебя по уши. А это тогда что было? А, это он пускает тебе пыль в глаза. Это обычное дело. Он пытался тебя защитить, и все. Он размахивал своим мечом у меня перед носом. Ну, возможно, он был немного не в себе. Понимаешь, возможно, он первый раз по-настоящему влюбился. Это типично. Он решил показать свои мускулы. Тебе не следует бояться его. Это он должен робеть перед тобой. Да. Почему? Ой, боже мой, потому что ты девушка. Страшно же смотреть, как привлекательная девушка. Не может вертеть мальчишкой, как ей хочется. В конце концов, ты можешь приказать ему что угодно, и он оказывает это выполнить. Прошу простить, я боялся, что могу быть неверно понятным. Меня зовут Кагыр А.М.Келла. И я подумал, возможно, господа Цири соблаговолит прогуляться со мной по городу. Да-да-да, но уже готово. Иди, иди. Замолкнем. Ну, я, наверное, не против. Ну, как? Отлично, ты сделала верный первый шаг. А что, будет еще и второй? Нет, всегда будет другой первый шаг. Каждый шаг, если делается в верном направлении, первый. Да. Запахняла, поведен, jесени. Замолкнем. 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 Замолкнем.